Вот и из Монголии дождались новостей. Не прошло и 13 лет с момента обнаружения в 2006 году черепной крышки Салхит, как удалось её относительно надёжно датировать и даже выделить митохондриальную ДНК. Но начнём по порядку. Территория Монголии довольно обширна, однако следы пребывания человека в палеолите в основном ограничены отдельными территориями в её центральной части. В дополнение к поверхностным исследованиям, недавние раскопки выявили следы заселения региона в палеолите, что позволило археологам начать сопоставление монгольского палеолита с другими плейстоценовыми участками по всей Евразии. В соответствии с соседними регионами Южной Сибири и Алтая верхний палеолит в Монголии был разделён на три фазы – ранний, средний и поздний верхний палеолит. В отличие от нижнего и среднего палеолита, которые характеризуются небольшим количеством мест, начало верхнего палеолита относительно хорошо отделяется наличием ранней мустьерской или валуазской индустрии и появлением производства лезвий в Северной Монголии, отражая южно-сибирские аналоги. Ранний верхний палеолит обычно подразделяется на две подфазы. Первая охватывает период от 40 до 35 тысяч лет назад и включает в себя участок Рашанхат возрастом 39 100 плюс-минус тысяча лет, который находится примерно в 150 км к северо-западу от Салхита. Вторая подфаза охватывает период между 33 и 26 тысячами лет назад. Она представлена сборками из Хангайских гор и района Габийского Алтая. Элементы мустье или валуа в Монголии исчезают со средней фазы верхнего палеолита. Эти участки были обнаружены только в долине реки Архон и моложе, возрастом около 25 тысяч лет. А поздняя фаза верхнего палеолита Монголии характеризуется микролитами и продолжается до конца плейстоцена. Черепная крышка Салхит, проанализированная в новом исследовании, как уже ранее было упомянуто, была обнаружена в 2006 году золотодобытчиками на глубине 6 метров в долине Салхит. Это близ Наравлина, в Сомане Аймака Хэнки, в северо-восточной части Монголии. Если кто не в курсе, то Соман и Аймак это административные единицы в Монголии, Киргизии, Китае и ряде регионов России. На сегодняшний день это самая красивая, самая лучшая и самая древняя черепная коробка в Монголии, потому как единственная в стране находка из известных датированная плейстоценом. Последующие поиски рядом с местом обнаружения не дали дополнительных ископаемых останков. Не исключено, что её могли перемещать. Черепная крышка Салхит имеет в основном полную лобную, а также две частично полные теменные и носовые кости. Внешне она была похожа на эталонные у неандертальцев, китайских эректусов, архаичных сапиенсов Западной и Дальневосточной Азии. Отличалась от аналогов из верхнего палеолита, мезолита и неолита Азии, а также от современных монголоидов. Лоб покатый, глобела сильно выступает вперёд, а переносится в области Нозиона сильно вдавленно, из патологий, возможно, рана на правом надбровье. Возраст варьировался от начала среднего плейстоцена до позднего плейстоцена. Наличие архаичных признаков привело к тому, что носителя черепной крышки отнесли к нехарактерному архаичному виду гоминидов и назвали монголо-тропус. А дополнительные сопоставления с окаменелостями гоминид из среднего и позднего плейстоцена Северо-Восточной Азии привели к выводу, что специфические особенности черепа Салхид с большей вероятностью являются регионально преобладающими особенностями современного человека, а не диагностическими признаками архаичных видов. Хотя из-за нехватки окаменелости гоминидов в Монголии черепная коробка Салхид представляет уникальную возможность исследовать типы людей, которые населяли этот регион во время плейстоцена. Датировка. С 2006 года окаменелось Салхид хранилось в Институте истории и археологии Монгольской академии наук в Улан-Баторе. Образец был взят для радиоуглеродного и генетического анализа в четырёх местах, на задней и внутренней части черепа, рядом с областью, где были отобраны образцы для предыдущих исследований. Всего было отобрано около 1 грамма кости. Ранее уже были попытки датировать черепную коробку Салхид. В первый раз она была датирована радиоуглеродной лабораторией Майами в 22105 лет, плюс-минус 45 лет, но об этом результате официально не сообщалось. К сожалению, информация о применяемых методах пробоподготовки отсутствует. Другая фракция того же образца была датирована в 23630 лет, плюс-минус 160 лет, Оксфордским блоком радиоуглеродного ускорителя в 2010 году. Однако показатели указывали на то, что часть загрязнения не была полностью удалена из образца. В новой статье сообщается о более точной методике, в результате которой был получен новый образец кости и после экстракции коллаген был гидролизован и нестандартная аминокислота гидроксипролин была выделена с использованием препаративной высокоэффективной жидкостной хроматографии. Гидроксипролин сжигали графитировали и делали замеры с помощью акселераторной масс-спектрометрии. Полученная дата составила 30 430 лет с параметрами, указывающими на отсутствие загрязнения в образце. В итоге дата была откалибрована до 34 950-33 900 лет с вероятностью 95%. Черепная крышка Салхид оказалась значительно старше, чем предполагали ранее. А также дополнительные химические исследования выявили загрязнения, которые могли повлиять на предыдущие результаты. Эти загрязняющие вещества на кремниевой основе, вероятно использовались при изготовлении слепков с рельефа внутренней стороны черепной коробки. ДНК Метахондриальный геном монгольского сапиенса относится к евразийскому типу современного человека. Его линия метахондриальной ДНК была отнесена к современной человеческой макрогруппе N, без каких-либо замен, характерных для известных подгоплогрупп. Среди древних сапиенсов только метахондриальная ДНК ОАСИ-1 из румынской археологической стоянки Пештера Куоаси возрастом около 40 000 лет выходит за пределы известных, общих для всех современных неафриканцев, макрогрупп N и M, что указывает на существование разнообразие метахондриальной ДНК среди ранних современных людей в Евразии. Однако у ОАСИ-1 было также обнаружено около 6-9% генома неандертальцев. Метахондриальная ДНК Салхид накопила всего 10 замен с момента её расхождения с ближайшими родственниками в N-группе. Используя частоту мутаций, исследователи оценили, что метахондриальная ДНК Салхид отошла от корня гаплогруппы N за 19-28 000 лет до его рождения. А учитывая расчётное время расхождения N-гаплогруппы между 70 и 50 тысячами лет назад, эта оценка вписывается в калиброванные даты, хоть и со средним значением 26 600 лет, что подтверждается и байесовским выводом дерева филогении. Итоги. Подытожить всё это можно более простыми словами. Во-первых, морфологические черты черепной коробки из Салхито ранее вызывали споры о таксономии гоминида. Однако новое исследование показало, что минимум материнское происхождение образца относится к современному человеку. Во-вторых, более точные датировки в 34 950-33 900 лет, полученные учёными, сделали находку старше почти на 10 000 лет, что соответствует раннему верхнему палеолиту. В-третьих, основываясь на этом новом хронологическом свидетельстве и его местонахождении, исследователи предположили, что индивид из Салхито, хотя и был найден без какого-либо археологического контекста, возможно, был хорошо знаком с индустрией производства лезвий по технологии леволуа и раннего верхнего палеолита, найденных в Северной Монголии и Южной Сибири. В общем, с новыми данными можно дальше складывать пазлы человеческой истории в данном регионе, узнавая много новых фактов. Но и новые находки очень были бы кстати. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова Продолжение следует...